Всероссийский семинар «Совещание молодых писателей. Мы выросли в России» подарил мне уникальную возможность познакомиться с творчеством молодых авторов страны. Восемь лет подряд я живу в предвкушении встречи с незнакомыми дарованиями, обладателями ярких, самопытных голосов, оригинальных, особенных взглядов на прошлое и современность, а у фантастов даже на далекое будущее. Но искренне влюбленный в поэзию я не могу изменить ей. Для меня в приоритете всегда коллеги, пишущие в рифму. Текущий 2020-й не стал исключением. Очередной семинар «Мы выросли в России» открыл для меня поэта из Липецка Александра Лошкарева, победившего нешуточных конкурентов в номинации «Поэзия». Результатом этого триумфа стал сборник стихотворений «Трамвайные аккорды», которые я сейчас с удовольствием представляю вниманию читающей общественности. 42 стихотворения, 42 невыдуманные истории из жизни автора. Меня всегда подкупает способность пишущего человека видеть мельчайшие детали, дополняющие картину мира, делающие ее более интересной и реалистичной. Именно эти, казалось бы, незначительные штрихи способствуют подлинному описанию времени, в котором мы живем. «Хожу домой, сквозь двор больничный, где курят мужики в тени. Настолько этот вид привычен, что я давно сроднился с ним, ведь вычеркни заборчик грязный, скамейки, окрики врачей, и я останусь несуразный, осиротевший и ничей». «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — гласит народная мудрость. Выбор названия книги всегда очень сложен. Как правильно найти то, что потом топором не вырубишь и краской не замажешь? С этой задачей Лошкарев справился. Трамвайные аккорды, кратко и содержательно, соответствуют единой концепции сборника. Читая его, так и представляешь себе пустой трамвай, неспешно катящийся по рельсам поздним вечером, делающий завершающий круг и возвращающийся в депо. За окном мелькают привычные с детства картинки, виды родного города в неярком фонарном свете, пробуждающие воспоминания. Расплываются города контуры серой кляксой на белом снегу. От зимы этой чистой до одури я сбежать никуда не смогу, ничего будет сердцу отдушина. Память пусть зарастает бельем, заметает мотивом в наушниках все, что было со мной до нее. С каждой очередной остановкой, с каждым новым прочитанным стихотворением начинаешь понимать, что трамвай давно уже выехал за городскую черту. Благодаря воображению автора, он продолжает движение по матушке России, и ему совсем не нужны рельсы. Остывая, смиряясь, взрослея, привыкаешь к тому, черт возьми, что великая наша Россия состоит из мышиной возни, слишком мелочны наши печали. Потому всюду схож неуют, и хоть в Липецке, хоть за Байкалье одинаково плачут и ждут. Поэзия Александра Лошкарева гармонична, образы взаимосвязаны, смена времен года и погодных условий оправдана именно настроением автора, самими его работами. Нет острых углов, так называемого выноса мозга, есть лирическая грусть думающего человека, вечного пассажира трамвая по имени Жизнь. Жизнь колесо, и скрип его тележный, наружу рвется кашлем из груди, а смерти нет, воскреснешь неизбежно, как ни крути. Пусть голос у Александра не громкий, он не эпатирует, не поражает воображение немыслимыми образами и метафорами, зато в его стихотворениях и размышлениях читается не только личная судьба, но и судьба целого поколения постсоветской России. От всей души хочу пожелать ему дальнейших успехов. От себя в качестве совета хочу предложить не писать только от первого лица, а попробовать говорить с читателем языком персонажей, вымышленных или реальных. Это само по себе интересно и здорово оживляет работу.